Наша демократия в полной жопе. Чтобы из неё выбраться, нам срочно требуется наивный дурачок из народа. Если вы предаёте свои принципы в тяжёлые времена, то это уже не принципы, а хобби. Миленько. Перед тобой оживший герой вестерна, а ты говоришь «миленько»? А да, это просто чертовски «миленько». Полковник Джек Гастингс – наш ключ к сердцам достопочтенных фермеров штата Висконсин. Только он об этом ещё не знает. Могу я быть с вами предельно откровенным в задницу идти? Полегче. Здесь моя дочь. Так это была ваша дочь с рукой в корове? Таким, как я, не часто приходится общаться с такими, как вы. Открывашка есть? Она откручивается. А, да-да-да-да, я знаю. Глянь, мы реально зубами попробуем. Я могу вам помочь. Сделайте коров потише. Стать мэром. Олени в озеро. И разверните их рабочей стороной в камеру. Господи боже. Точно вам говорю, Джек вполне может победить. Наши скромные усилия уже заставили волноваться конкурентов. Зачем пожаловала? Увидеть, как гаснет последняя искра надежды в твоих глазах – это наслаждение. Ага. Ты стал жирным. Мы прогремим на всю страну. Всё, ребята, игра началась. Шумиха на телеке, куча денег. Выглядит полным безумием. Разгоните чёрных коров, они какие-то депрессивные. Депрессивные. Это лучшие из лучших. Всё, что ты можешь, только запугивать. Это называется эффективная стратегия. Демократы на грани поражения. Они в отчаянии. Это очередной яркий пример того, как столичная элита пытается учить нас жить. Но ты сама из Вашингтона. О, нет, ты заблуждаешься. Я уроженка Оленьевого озера. Это ложь. Наглая ложь. Нет, правда. Да как тебе не стыдно? Честая правда. До вчерашнего дня ты об этом городе... Спасибо вам за горячую дискуссию. Честный кандидат. Очень скоро в кинотеатрах. Продолжение следует...